С вами Сергей Трегубов, и я покажу вам, как из двух пластиковых банок сделать настоящее кашпо. Но для начала я покрашу губы, но не бойтесь, не свои, а вот эти. Это гипсовая форма губ, и их покрашу акриловой салатовой краской. К чему сейчас и приступлю. Только в опытных руках декоратора губы могут стать зелеными и одновременно красивыми. Губы я закатал зеленой краской, но пока они сохнут, я приступлю к пластиковым банкам. Их мне нужно будет порезать и скрепить между собой, таким образом, чтобы получилась некая форма для кашпо. Начну, пожалуй, с этой банки. Я как хирург делаю баночно-полосную операцию. Будьте осторожны, когда будете резать банки. Берегите пальцы, пожалуйста. Это будет верхняя часть кашпо. Эти части я соединю с помощью армированной ленты, а на фасад я прикреплю самую обыкновенную фанеру. Ну что ж, основа для кашпо готова. Теперь ее нужно загипсовать. Я буду использовать самый настоящий медицинский гипсовый бинт. Его я нарежу на полоски и приклею на основание. Гипсовые полоски я буду крепить на раствор, который я сделаю сам. Из воды и клея ПВА. Как наложить гипс на рапу, я думаю, вы знаете. А вот как наложить гипс на кашпо, смотрите и учитесь. Основа готова. Пришло время кашпо задекорировать. Делать я это буду при помощи фиолетовой краски и гипсового загустителя. Гипсовый загуститель краски позволит закрыть пористую фактуру. И так я покрашу все кашпом. Окрашенное кашпо я положил на вот этот пуп, для того, чтобы мне было удобнее работать. Сейчас я приступлю к декорированию фронтальной части кашпом. Что я буду делать? Я смешаю загуститель гипсовый, только теперь уже с белой краской. И нанесу на эту поверхность. А затем я сымитирую фактуру дерева. А как? Увидите. Все произойдет прямо на ваших глазах. А теперь эта поверхность станет деревянной. И сделаю я это при помощи специального штампа. Потом фактуру дерева я еще подчеркну при помощи геля и серебряной пудры. В декоративный гель можно добавлять пудру, красители. Я же добавлю серебристую слюду. И при помощи этого состава я выявлю фактуру древесины. Вот тут. При помощи резинового шпателя я втираю этот состав и выявляю фактуру древесины. А красиво получается. Осталось приклеить губы на специальный клей для гипса и сделать красочные потеки. Раньше это были две пластмассовые банки и кусок фанеры. А сейчас это и кашпо. И ваза. С вами был Сергей Трегубов. Скоро увидимся. Пока. Субтитры подогнал Игорь Негода.